Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болтком. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник. Традиционный день добрых дел на Радио Болтком. В эфире программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня традиционно тоже Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И вместе с нами включает «Зелёную лампу». Сегодня наша гостья, которую мы давно и хорошо знаем, и любим. Это музыкант, филончелистка и педагог Ирина Валикжанина. Ирина, доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы нашли время к нам прийти. Мы сразу хотим сказать, что мы привыкли Ирину видеть с филончелью. И привыкли видеть. Вот не было ни одного концерта благотворительного, который проходил в помощь маленьким героям «Зелёной лампы», чтобы там не участвовала Ирина. И эти концерты проходили в церкви, как правило, но и в других местах. И вот когда приходишь, и первая, вот каково видишь Ирину. Да, было такое, да. Скажите, а что вот вас побуждает? Почему вы это делаете? Ну, невозможно оставаться в стороне от беды. Да, и, конечно, когда есть возможность поучаствовать, я всегда за. То есть, когда организуется концерт благотворительный, или просто можно какие-то там перечисления сделать, или словом поддержать, то, конечно же, это сложно объяснить, почему. Ну, так надо делать. Что это вам даёт? Никогда не задумывалась на эту тему, ну, ощущение, что я могу кому-то помочь, наверное, так, да, что это… Это же очень человеческие такие вот ощущения, да. То есть, это не анализ каких-то там глубинных своих психологических эмоций, но, да, то есть, вот то, что можно помочь с чем-то… Теория малых дел, да, тут позвонить всегда, когда слышу вашу передачу, или там в Фейсбуке призыв всегда что-то перевести. Или там как-то посодействовать, конечно. Вот Ирина сказала очень правильные слова – невозможно оставаться в беде, да. Но, в принципе, это каждый решает для себя, вот. И, ну, как нормальный человек, конечно, думает… Откликается. Да, о том, что невозможно оставаться в стороне. И на этой неделе наша помощь нужна 10-летнему мальчику из Алуксна, Кевину Клявеншу. У него ДЦП, он в инвалидной коляске, и ему нужно очень… После операции очень важный курс реабилитации – 4050 евро. В семье есть еще у него младший братик, пятилетний, и ждут пополнения в семье. То есть, мама будет… Летом появится сестричка. Да, будет трое деток, и понятно, что из Алуксна очень сложно и с работой, и с, в общем-то, медициной. И для того, чтобы мальчик каким-то образом мог встать на ножки, ему нужно получить вот этот курс. То есть, 4050 евро нужно, и наш телефон 9306384 всю неделю будет подключен к телевому счету, который открыт в фонде БиОпен для маленького вот этого Кевина из Алуксна. И тут еще можно что добавить, что в марте ему сделали очень серьезную операцию. Он до этого ходил немножко, с орлатором ходил, мог передвигаться, стоять на ногах. Ну, ДЦП – это такая вещь, которая, ну, в принципе, всю жизнь надо лечить, да? Но вот с движением более-менее было. Но в прошлом году он вырос, как мама рассказала, сильно, и вот уже как-то организм не справился с этой нагрузкой. И ему понадобилась очень срочная операция на сухожилие, удлинять сухожилие, ахиллово сухожилие и другие там манипуляции. И в марте ему была сделана очень тяжелая операция, после чего он в гипсе был очень долго, и вот сейчас в инвалидной коляске, и может только ползком передвигаться. Вот мы как представили себе это, посмотрите, зайдите на наши странички на Фейсбуке и на сайте MixNewsLV в рубрике «Зеленая лампа» там есть фотографии этого мальчика. Мальчик чудесный, он улыбчивый, несмотря на все эти свои боли и отсутствие возможности передвигаться, да? Он очень улыбчивый, он любит весь мир, он открыт всему миру, как мама рассказывает, и даже по улице, когда она его везет, он машет всем просто людям рукой, он всем готов улыбаться, всех готов обнять. Сейчас он в апреле вместе с бабушкой будет в Риге, из Алксена они приедут, и 6 недель реабилитацию они будут проходить в медицинском центре, с помощью там, где ДТЛВ было собрано. Но ему еще нужна дополнительная реабилитация, остеопат и логопед и всякие прочие там другие очень важные и серьезные занятия, которые помогут ему встать на ноги. И врачи думают, что да, это все поможет, и он встанет, и задача такая, чтобы он снова начал, научился ходить. Еще раз напоминаем, телефон 930-6384, евро 42 цента за звонок. И напоминаем, что наша гостья сегодня Ирина Валикжанина, велончелистка и педагог. Ирина, вот недавно вы принимали участие в концерте благотворительном, в помощь украинским беженцам. Расскажите, вот как это было организовано, как он прошел, и ваши какие-то ощущения? Нет, я там не участвовала, я как раз приходила с девушкой как раз из Харькова. Это был концерт в церкви Светового Павла, но он не был оглашен как именно в помощь беженцам, но часть собранных денег была перечислена. И всем украинцам, приехавшим, был бесплатный вход, то есть можно было прийти. Да, и это был фактически обычный концерт, как играют и играли. Это органный концерт был. И я думаю, что все равно искусство сейчас нужно. И кому-то оно поможет, кому-то тяжело, он не будет ходить пока и все прочее. Но я думаю, что музыка должна звучать, спектакль должна идти, несмотря на все горе вокруг. Ну вот да, и считается, многие музыканты говорят, что музыка просто лечит, когда душа измучена, разорвана из-за всех каких-то событий неприятных. То есть музыка именно тот случай, когда можно каким-то образом вылечить. Например, Моцарт. Моцарт, Бах, да. Недавно переслушивала в исполнении Геллильса прелюдию. Каждый раз плачу. Ну, это какое-то, да, такое ощущение. Помогает выплеснуть эмоции и все прочее. То есть когда совсем оцепенение, то да, музыка может. А вот такой очень странный, может быть, вопрос. Есть у вас любимая какая-то музыка, любимый композитор, которого вы с особенным ощущением играете? Играю? Да. Ну, в последнее время это Сюиты Баха. Вот у меня в феврале был концерт, где, ну, я его сама так объявила, это был Челла Монологс, где я играла Сюиты Баха. Раньше так эта музыка мне не откликалась. Вот как-то с прошествием времени и прочего, да, то есть вот хочется играть ее и играть вот весь концерт. И как-то слушатели тоже прониклись. Сюиты вот эти Баха написаны для Виланчели Соло. Это, конечно, абсолютные шедевры. И там скрыто очень много. При том, что там нет никаких слов, нет никаких образов, названий, ну, таких программных, да. Ну, да, это абсолютно философская какая-то музыка, которая нужна, ну, мне сейчас. А вот у вас скоро в апреле будет тоже концерт. Расскажите, что за программа, как это, как и где это будет? Да. 9 апреля мы решили провести концерт камерной музыки с пианисткой Ольгой Маскальоновой. Мы эту программу задумали еще очень давно, то есть в пандемию, еще в начале, скажем так. И это будут сонаты, то есть это шанр довольно, как сказать, как я детям говорю, это крупная форма. То есть это уже не пьесы, где есть название соната Шстаковича, тоже абсолютный шедевр вот именно нашего виланчального искусства, которое было написано в 1934 году. И соната Николая Яковлевича Мисковского, которое было написано в 1948 году, как раз после печально известного постановления партии о формализме в музыке, где подверглись травле Шстакович, Прокофьев, Мисковский. В общем, это был ужас. Да, и так, чтобы разбавить немножко эти два огромных, не огромных, а именно значимых опуса, мы сыграем еще французских композиторов. Это Камиль Синсанс, ну, очень хорошо известные и Лебеди, ну, так, чтобы вот именно немножко отдохнуть душой, и Олегра Пассенат, а также известная медитация из оперы Таис Масне. То есть это такой небольшой камерный вечер, где-то на час. Место проведения — это архитект Унамс. В самом старом городе, рядом со шведскими воротами, историческое здание, где есть очень симпатичный зал, который подходит для именно камерной музыки на 70 мест. А как туда попасть? Попасть рядом со шведскими воротами? Нет, в старом городе. Билеты, конечно. Билеты, да. Билеты можно либо на Билиши-сервис найти, это 9 апреля в 17.00, либо сайт, есть еще ОКонсерт.лв, там тоже можно приобрести билеты. Ирина, скажите, вот для камерного исполнения, да, очень важны именно партнеры. Да. Насколько важно, чтобы это были люди, с которыми вы совпадаете по духу или как-то энергетически? Расскажите о ваших партнерах. А должны ли они становиться друзьями? Да, это очень хороший вопрос. Именно камерная музыка предполагает, да, вот это вот партнерство и дружбу, и диалог на сцене, когда ты именно в процессе, когда уже, конечно же, мы очень много репетируем, да, когда там и этот процесс, не только этот час на сцене, а до, встречаемся и занимаемся, и ищем, и общаемся, то есть, конечно, проникаемся друг к другу в какой-то степени. Вот. С кем-то в итоге дружим. То есть, если рассматривать наши концерты органные, где мы играем с моей подругой Еленой Приваловой, и Гидоном, Юрой, и Савкиным, то это, конечно, уже такие дружеские отношения, которые постоянно... Ну, с Ольгой, да, у нас тоже уже давно эта идея зрела, и мы совпадаем по многим музыкантским именно аспектам, мыслям. Очень непросто иногда с кем-то сыграться, потому что кто-то мыслит так, кто-то так, и именно вот в сонате, как два солиста фактически встречаются, и нужно договориться на сцене, на репетициях. Ну, вот эта идея у меня зрела давно, какую-то такую серию камерных именно концертов. Вот площадку попробуем, и я надеюсь, что... Потому что, конечно же, это необъятный репертуар, можно дальше расширяться и трио, у нас вот трио есть и какие-то, да, здесь играть. Ту музыку, которая... Ну, без исполнителя она не звучит, то есть если мы можем приехать в Мадрид и посмотреть в Прадо Рафаэля, да, то шедевры музыки без исполнителя не звучат. Поэтому я бы хотела, чтобы мы как-то продолжили не только этот концерт, но будут и следующие. Скажите, а есть для вас какая-то разница, в чем отличается выступление в церкви, скажем, в англиканской, в церкви Святого Павла, вот вы выступаете часто, или просто в концертном зале? Есть какая-то вот личная, вот вы как? Да, конечно, это совсем разные ощущения. В церкви, ну, до переезда в Латвию я вообще не играла никогда с органом и в церквях. То есть это было для меня... Поясни радиослушателям, что Ирина перебралась в Латвию несколько лет назад. Ну, уже почти восемь, да. Восемь лет назад из России. Да, и не играла никогда в церквях. И вот здесь мы встретились с Еленой Приваловой, познакомившись в Московской консерватории, еще учились вместе в одно время. Да, и вот мы попробовали. И после камерной музыки мне было дико сложно с органом. И церковь — это всегда огромная акустика. Наверное, многие замечали, когда эхо. По-моему, в Домском вообще восемь секунд звук длится. То есть если снять клавишу, то он еще летит восемь секунд. И, соответственно, с органом сложнее в этом смысле, потому что просто даже сыграть вместе не так просто. Ну, в камерном зале акустика более сухая. То есть ты слышишь все во время. То есть без опозданий, без всего. Кстати, органы еще иногда опаздывают. То есть они берут клавишу. В церкви Павла есть. Как Лена это делает, я каждый раз удивляюсь, чтобы играть вместе. То есть она чуть-чуть предвосхищает все время. То есть мы играем вместе, но она играет чуть-чуть вперед. Потому что звук убегает, убегает, корректировать. Иначе кажется, что музыканты играют не вместе, каждый в свое время. Да, но в камерном зале это, конечно, невозможно. Но, с другой стороны, ты ничем не скрыт, никакой акустикой. То есть вот акустика, как играешь, так играешь. Совпали, не совпали. И, конечно, огромная разница. Ну, в большом зале это тоже свои нюансы, потому что ты должен играть с той же самой велончелью, которую ты играешь дома, бедные соседи, но за суть. То есть ты должен наполнить зал, скажем, на тысячу мест. Церковь тоже. Когда в церкви Павла аншелак, то это тысяча человек. И поэтому другие приемы. Я даже детям рассказываю, что мы тут в классе играем, это одно, а выходить на сцену, это другое звукоизвлечение. Ирина, педагог, она преподает в музыкальной, в школе... Волдерайс, музыка, сын Макса, школа. Да, музыки и искусства. Да, художественные. И преподаете по классу биолончели. Ну, я еще также заведую отделением струнных инструментов. А расскажите про вашу школу. Там же очень интересная история. Да, у нас замечательная школа. Кажется, ей около 30 лет. Почти 30 лет, да. Да, да, да. И ничего не могу сказать. То есть у нас прекрасный директор коллектив, дети. И мне очень нравится, что именно такое соединение музыки и художников. То есть у нас прекрасные выставки, у нас есть два зала в школе, и стажезал, то есть выставочный зал и концертный зал. И каждый раз, приходя в школу, на первом этаже я вижу какие-то выставки, где дети рисуют. Ну, сначала я каждый раз просто порвалась пойти и сама попроситься туда учиться. Потому что очень, ну, какое-то творческое начало есть, поэтому хочется как-то выразить себя и таким образом иногда. Да, ну, и музыкальное отделение тоже у нас довольно большое. Ну, конечно же, есть и инструменты, как обычно. Да, вот недавно у нас как раз на тему объединения музыки и художественного искусства был установлен памятник в нашем дворе. И, по-моему, даже президент присутствовал. Да, скульптура, но не память скульптуры. Да, на открытии этой скульптуры. Да, директор. Это было прошлым летом, да. Поэтому у нас прекрасная школа. А дети? Дети. Чем вас радуют? Во-первых, какого возраста они у вас? У меня много учеников, да. Ну, как обычно, с первого по восьмой класс. То есть, приходят они с семь лет, соответственно, заканчивают школу. Кто-то может остаться на девятой перед поступлением в виду школы и музыкальную. Да, и разные, все разные. То есть, так как у нас именно инструмент – это индивидуальный предмет, это не групповой, поэтому каждому ученику свои все-все интересные, разные. Скажите, и получается, что вы довели сейчас своих первых учеников до какого класса? Вот сейчас мои ученики в седьмом. Вот старшие, да. Старшие в седьмом, в следующем году они будут заканчивать. Вот я как начала, да, седьмой год. И вот кто-то из ваших учеников планирует каким-то образом связать дальнейшую жизнь с музыкой? Я надеюсь, да, есть таланты, есть конкурсы, в которых мы участвуем. И стараюсь привить любовь именно к этому виду искусства, чтобы как-то можно было. У нас сейчас, наверное, должна быть пауза на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, и мы через минуту продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем программу «Зелёная лампа». Напоминаем, что мы сейчас беседуем с нашей гостьей Ириной Валикжаниной. Она велончелистка и педагог. И мы вот закончили в первой части на том, что она рассказала, что есть талантливые дети, которые у неё учатся. И, как сказать, не оскудела земля талантливых. Нет, конечно. Здесь потрясающая система музыкального образования. И очень много музыкальных школ в Риге. И почти каждый может учиться. То есть невероятный интерес к моему инструменту, то есть к велончели. То есть у меня в классе 13 учеников. Это очень много. И это не единственная школа далеко. Ирина, а почему именно виолончель? В принципе, это достаточно такой, ну как, и физически тяжёлый, и не женский инструмент. Как становятся виолончелистками известными? У меня, да, у меня такой интересный будет рассказ. Я родилась в небольшом, ну как, по меркам России, городе, в Кирове. И мои родители вообще абсолютно далеки от музыки. От классической просто бесконечно. И, да, живя вот в этом городе, в детский садик пришли с рекламой, как сейчас можно было бы сказать. Ну, концерт был. И я маме сказала, я хочу вот в музыкальную школу. Она сказала, ну, давай, пойдём. Ну, мы пришли, уже было поздно, ну, конечно же, все хотят дети на фортепиано. Какие ещё варианты? Гитара и флейта, вот три инструмента, которые обычно все дети называют. Вот. Ну, уже набор закончился, и сказали, вот есть велончель. Мама сказала, что это. По остаточному принципу. Да, ну, там моя педагога, Геннадьевна старости, она услышала, у меня абсолютный слух, и руки подходящие, опять же, это важно. Вот. И она начала агитировать на велончель. Мама, честно, не знала, что это. Она показала. Мама склонна соглашаться, особенно вот с педагогом, такое уважение. Она говорит, да, да, конечно, всё. Выдали нам эту велончель. До сих пор помню, как папа пытался её настроить дома, накручив колки, что лопнули струны. Да, ну, то есть, вот таким образом, чисто случайно. А дальше уже пошло, да, вот постепенное развитие. Ну, первый инструмент ваш был, вот тот, который просто вам выдали в музыкальной школе? И сейчас так же, дети в основном играют на школьных инструментах. И когда ребёнок начинает, это же 6-7 лет, и он маленький. И велончель у него маленькая. То есть, у нас есть разные размеры. То есть, начиная от 1-16, и постепенно эрвелончель растёт вместе с ним. Конечно же, для начинающего она практически как гитара. Размером, да. Вот, и постепенно, да, меняем, и вот. А какой сейчас у вас инструмент, вот на котором вы играете? У меня такой интересный инструмент, тоже абсолютно случайность, украинского мастера. Многие удивляются, и многие удивляются, профессионалы подходят после концерта, спрашивают, что у тебя за инструмент. Я говорю, ну, вот такой вот украинский мастер. Насколько я знаю, он был физиком. Вот ему было интересно, он вот стал делать инструменты. Он не музыкант, этот мастер, а Александр Прихна. И вот он попал в Москву, этот инструмент, и его приносили из класса в класс к профессорам, и мне он понравился, и вот я его решила. Сейчас я, правда, думаю уже немножко искать следующий инструмент, но да, вот у меня такой интересный. Я и на нём первая играю, единственная, это вот мой полностью. А как и когда вы поняли, что музыка – это дело вашей жизни? Хороший вопрос. Ну, в школе были разные периоды, кризисы. Опять же, благодаря только усилиям моего педагога, возвращавшего меня всё время обратно. Потому что, ну, конечно, дети, ну, сейчас вот так же, да, то есть кризисовой не хочу, не буду, особенно после удалённого процесса это совсем сложно. Да, то есть это переходный возраст, хочется всё это бросить. Вот она вот не позволяла и каким-то образом убедила моих родителей, при том, что я училась на абсолютной пятёрке, школу меня не хотели отпускать, после девятого класса идти вот в училище. Ну, тогда это так колледж сейчас называется. Ну, и вот в колледже уже, да, то есть там у меня потрясающий педагог был. Там же в Кирове? Да, Елена Борисовна Селезенева, и вот она какой-то невероятно эмоциональный, прежде всего, человек знающий, вот она меня вовлекла вот в этот процесс, начала показывать, как вот, а что, вот, как это искусство. И, ну, и труд, да, то есть когда ты в шесть утра встаёшь, ну, вот даже раньше, чтобы приехать заниматься, когда ты уже этот путь проделал, ну, тут уже вариантов нет, ну, то есть ради чего. Ну, а дальше уже, да, к Московской консерватории, и там уже совсем никаких мыслей не делать этого не было, то есть это только наша профессия и всё. Вот очень интересное совпадение. Вы сегодня пришли к нам в гости в эфир, а позавчера, 27 марта, всемирно известному виолончелисту Ростроповичу исполнилось бы 95 лет, да, и были тоже различные музыкальные мероприятия. Вот у него есть такая цитата, музыка – это исцеление, музыка зажигает факел добра и может переустроить и усовершенствовать мир. А вы согласны, что музыкой можно сделать мир лучше? Вот вы как-то это чувствуете, как человек, который, собственно, создаёт, воспроизводит музыку? Ну, так, глобально я не буду говорить, ну, Ростропович был абсолютно гений, да, но делаем, что можем. Мне кажется, кому-то эта музыка нужна, и кому-то в какой-то момент это может действительно что-то сдвинуть в его внутреннем самоощущении или ощущении от мира, да, поэтому почему нет? Глобально я думаю, что нет, музыка не может сделать каких-то, ну, остановить войну я не думаю, что именно музыка. Ну, конкретно так вот взять, и, конечно, наверное, нет. Да, но в жизни каких-то конкретного человека, меня, опять же, да, то есть когда я играю, это как раз Ростропович говорил как раз про вторую сюиту для сарабанта, что есть вот искусство, которое на публику, да, то есть для публика, а есть иногда, когда вот ты играешь, а слушатели, они как бы немножко подслушивают и подсматривают, как вот, ну, такая… Как это происходит? Да, такое личное, да, когда ты… Такие бывают моменты, я тоже их иногда ловлю, когда ты играешь уже не думая, что там публика и просто для музыки, не знаю, то есть это с разными словами. А вот у вас к Ростроповичу какое-то особое отношение, да? Ну, конечно же, ну, как, это же было… То есть мы когда учились в консерватории, ну, можно так сказать, что я педагогическая внучка его, то есть я учился его ученице. Марии Константиновны Чайковской. И, конечно, это была фигура невероятного масштаба. И он приезжал, когда мы там учились, давал мастер-классы, туда набивался полный малый зал, то есть все… Причем он не только велончелистов мастер-класс давал, но там были пианисты, еще кто-то, ну, то есть абсолютно дирижеры. И каждый раз это было какое-то невероятное откровение, ну, для нас. То есть это вот заряд, вот то, что вот умеют вот эти вот гениальные личности вдохновить, не знаю, там, перевернуть что-то внутри. Вот именно не только музыкой, но и когда смотришь с ним интервью. Я вот просто пересматривала, да, какие-то высказывания, они действительно попадают, ну, по крайней мере, у меня попадают. Ну, точно, личность неимоверного масштаба. Ну, интересно, что вот наша программа благотворительная, мы вспоминаем Ростроповича, и он, конечно, благотворительность, он и его супруга Галина Вишневская, это был очень большой пласт их жизни. То есть они создавали благотворительные фонды, они помогали детским больницам, они давали благотворительные концерты в помощь беженцам и детям, и больным онкологией, и это был огромный пласт их жизни. Еще меня вот поразило, что главным, и когда его спросили, что вы считаете главным поступком своей жизни, и он ответил, что это совсем никак не связано с музыкой, а это письмо, которое он написал в защиту Солженицына. Вот одна страничка этого письма, это вот, чтобы была чистой и ясной совесть. Он считал, что это главный поступок, который он совершил в своей жизни. Мы хотим напомнить, что сегодня наша программа помогает собрать средства для лечения 10-летнего мальчика Кевина, который находится сейчас в инвалидной коляске, который очень хочет встать на ножки и ходить снова, как раньше, и для этого ему нужна очень серьезная реабилитация. 4 050 евро нужно собрать, и уже в апреле Кевин будет в Риге, из Аллокс на бабушке его привезет, и он будет проходить здесь всевозможные курсы реабилитации, и это нужно, потому что у него буквально в марте была тяжелая операция. Благодарим вас за каждый звонок, потому что все маленькие звонки, как мы любим говорить с Олей, соединяются в что-то единое, большое и в какую-то большую настоящую помощь. Вот вам пример. Мы хотим сейчас слова благодарности сказать тем, кто на прошлой неделе подключился к нашей акции и помогал собрать деньги для лечения Саши Туголева из предайной. Саше 9 лет было, и нужно было собрать 6 000 евро на тоже реабилитацию мальчика, там мама и бабушка, очень тяжелая ситуация. На лечение. Мальчик должен поступить в Петербург, в Институт мозга, потому что у него очень сильные головные боли. И вот буквально мы были потрясены сами, потому что за один день, я не знаю, что тут работает, какие тут механизмы, что-то наверху включается, или просто вот как-то люди откликаются особо. За один день была собрана, это необходимая сумма, 6 000 евро, а за неделю для Саши было собрано 13 957 евро. И вот про звонки мы говорим, было сделано 2638 звонков. Каждый звоночек евро 42, и вот можете представить, да? То есть это хватит не на одну реабилитацию, а еще и на следующий курс, потому что Саше потребуется не один, конечно, курс. Вообще детки, о которых мы рассказываем и помощи, для которых мы просим, в принципе, им нужны постоянные курсы лечения и постоянные занятия со специалистами. И Кевин, у которого ДЦП. То есть диагноз ДЦП предполагает, что деньги на поддержание этого ребенка, на то, чтобы он мог встать на ноги, на то, чтобы спастика не выкручивала ему суставы, и он не испытывал боли. То есть это нужно постоянно. И у Саши тоже такая история, что ему надо будет повторять курс. И получилось, что на два курса лечения ему собрали. Мама сегодня звонила, мама Марина и бабушка Светлана Викторовна. Мама плакала от счастья, благодарности, просила передать всем просто низкий-низкий поклон. И напоминаем, что наш телефон 9306384. Всю неделю до следующего вторника работает в помощь 10-летнему Кевину, чтобы он смог встать с инвалидной коляски. Спасибо всем за каждый звонок. Ирина Валикжанина у нас в гостях. Ирина, какой-то вопрос я хотела спросить, потеряла его. Я хотела спросить, вот очень полюбился Рижанам проект, в котором вы тоже принимаете участие с Еленой Приваловой, музыка, кино. А вот лично у вас, какой любимый фильм, любимый композитор для кино, какой-то любимый саундтрек? Хороший вопрос. Так, ну, из той программы там, конечно же, несколько. Ну, в той пьесе, в которой я солирую, это вот Мюнхгаузен, Рыбникова, тема, да, и Шнитке, всё это в старинном стиле, да. То есть тогда же очень, ну, все композиторы писали, в том числе для музыки, да, то есть Кончелли обожаю. Обожаю, да, то есть эти все, и Шостакович писал, то есть сложно выделить кого-то одного, но бывают, да, какие-то цепляют, вот прям в моменте, да, когда вот переслушиваешь, да. Но вообще вся эта киномузыка, она имеет потрясающий эффект, то есть она сразу вот берёт человека, и, то есть Моцарт, там, понятно тоже, да, все вот эти классики, но вот киномузыка у неё какой-то уникальный, именно по воздействию на людей. Ну, то есть идут какие-то эмоциональные ассоциации, человек погружается. Не знаю, это очень сложно объяснить, да, и плачут, и как-то и сопереживают, вот, да, вот такое сильное, не раз делились впечатлениями, что весь концерт прорыдали, но это почему-то вот со знаком плюс, да, то есть они приходят специально, да, вот ещё. — Очищение души какое-то, если так громко сказать. — Да, даже когда как-то приходил мой ученик с мамой, и я его потом спрашиваю, ну, как тебе, вообще мне понравилось, но, говорит, только мама всё время плакала весь концерт, и я, говорит, не понял. Ну, то есть, ну, какой-то такой, да, интересный. Я люблю эту программу, вопреки, там, каким-то стереотипам, что, там, музыка кино — это, может быть, не соната Бетховена и всё прочее, но меня каждый раз тоже эмоционально очень это вдохновляет. И работа такая сложнее, чем с каким-то другим программам, потому что вся эта музыка, она же 2-3 минуты, то есть нужно набрать на час, и каждую вот эту вот миниатюру делать как самостоятельное произведение, и это такая большая работа по регистровкам, по всему, да. Ну, мы с Гидоном, ну, с Леной и с Гидоном очень тоже так откликаемся на это. — Ну, и получается, что в вашем личном рейтинге номер один — это «Рыбников» с Мюнхгаузеном? — Ну, нет, ну, я так не могу сказать. Я никогда не составляю личных рейтингов. Мне сложно. Всегда теряюсь, когда спрашивают, какой любимый композитор или автор, или, там, писатель. Я увлекаюсь, да, как это. Вот мы делали там шнитки «Полёт», вот музыка тоже довольно известная, и вот всё, ты загораешься, начинаешь, что тебе кажется, что это только вот это надо сейчас играть, ещё что-то делать, да, то есть по-разному. — Ирина, а вот вы упомянули чуть-чуть, несколько минут до этого, да, про удалённое обучение. Как у вас проходило это всё в школе? Как можно виолончили удалённо? Можно ли? — Ну, как вам сказать? — Руку поставить там? — Да, ну, пришлось изобретать разные способы, да. Конечно же, эта эффективность, не знаю, мне кажется, 50% где-то, потому что вот урок отведён 40 минут, но когда ты в классе, это одна скорость проведения урока, когда ты за компьютером, то есть пока ты можешь сказать, остановился, ещё что-то, то есть очень неэффективно. Приспособились, но вот сейчас, уже оглядываясь, я понимаю, что это был дикий стресс для всех. У очень многих детей был кризис, то есть они готовы были бросить, мы пытались всякими способами их сохранить, ну, кто-то ушёл, кто-то остался. Ну, сейчас постепенно оживаем, потому что, ну, очень не хватает концертов, детям не было вообще концертов. Если мы ещё как-то там дышали и что-то играли, то у них совсем было запрещено, вот сейчас первые будут концерты. А скажите, за период пандемии, вот за эти два года, а вам удалось для себя выработать какую-то систему такой помощи самой себе? То есть какие-то личные такие секреты, куда-то пойти, там, чем-то заняться, что-то послушать, может быть, какая-то книга? Ну, у всех разные, как принято говорить, лайфхаки, да? Ну, как только всё это случилось, все сели дома, я поняла, что, да, йога с утра, и вечером после вот этого восьмичасового компьютерного дня нужно пойти погулять. Мы живём недалеко от Лелой Капи, тогда был как раз момент, когда распускались вот эти подснежники синие, и каждый вечер мы его наблюдали. Мы следили за ястребами, ну, то есть такие как прогулки, плюс, да, читать вот тогда почему-то не хотелось. Занятия свои тоже, то есть вот мне помогло, что я начала заниматься примерно в режиме, как в консерватории, потому что когда обычно не успеваешь, времени много, тогда это тоже отдельный процесс такой, когда ты можешь погрузиться полностью, не отвлекаясь на многое, что. Суета какая-то остановилась. Да, да. Ирина, а расскажите, пожалуйста, вот вы восемь лет назад перебрались в Латвию, и вы преподаете. Как вам удалось выучить латышский язык до такого уровня, что вы смогли работать в школе? Ну, была цель, да, потому что после консерватории я поработала в оркестре, поняла, что эта работа мне не очень близка, и по складу такой, что мне вот с детьми его очень нравится, и всё. И переезжая, я поняла, что если я не выучу, я не смогу это продолжать. Поэтому год, год я учила, и через год сдала на С1, и благодаря моему прекрасному педагогу Инта Страуберга, и вот она меня подготовила, всю базу заложила, ну, коллеги говорят, что я говорю хорошо, почти без ошибок. Ну, конечно, я так не чувствую, то есть я всё равно чувствую, что я скована в каких-то там словарном запасе, и прочим, ну, это не мешает мне там руководить отделом, заполнять бумаги, ещё что-то, да, то есть учить, естественно, на латышском. Вот, поэтому латышский язык я люблю, и иногда читаю на нём тоже. То есть это были не курсы, это просто индивидуальное занятие с педагогом в течение года? Нет, это было, ну, то есть когда я погружаюсь, то я уже погружаюсь. То есть у меня было пять дней в неделю, два дня из них два раза в день. То есть это были всевозможные и курсы интеграции, вот этот центр интеграции был замечательный тоже. И, то есть я записывалась везде. И вот целый год, да, то есть сначала я сдала на Б, и потом, благодаря смелости интена сказала, нет, иди, пробуй на С. Я не готова, нет, иди. В общем, да, я сдала, и там вот каким-то чудесным образом появилось место в Балтырае, освободилось, и вот я там седьмой год, очень рада. Очень здорово. А скажите, а у вас какие-то есть любимые места в Риге? Вот куда вы пойдёте, если есть свободное время и настроение какое-то вырваться из дома? Вот до пандемии была Старая Рига, вот эти две стихи центры. Вот сейчас как-то больше в лес. Мэжи парк, вот эти лелые капи тоже, то есть где-то погулять. Больше такие. Мэжи парк, вот это озеро Лебеди, где вот это... Сейчас там замечательное кафе есть. Ну, как такое больше... Вот ещё интересно, как человеку, который приехал в Латвию, и человек, связанный с музыкой, и вот вы познакомились с нашей традицией праздника песни. Да, это был шок, когда я первый раз увидела меня, ну, в хорошем смысле. То есть такой масштаб, и такая организация, и уровень всего исполнения. Я вот жду следующих, чтобы обязательно пойти, потому что тогда первый раз я не очень поняла, и билеты, они разлетелись просто там какие-то, я так поняла, что они разлетаются в течение нескольких часов. Вот, но я думаю, что мы там, сейчас будет детский тоже праздник песни, танца, и там, по-моему, школа будет даже участвовать, поэтому, надеюсь, изнутри тоже посмотреть. Ну, то есть, интересно, в рамках праздника будет коллектив школы, да, принимать участие? Обычно так, да. Обычно так. И мы напоминаем, наша программа уже к концу подходит, и мы напоминаем, что 9 апреля в доме архитектор на улице Торня. 11, да. Да, Торня 11, состоится камерный концерт, где участвует Ирина Валикзанина, и приходите, пожалуйста, послушайте, там будет очень хорошая программа. Да, и, пожалуйста, в Реже Беженцев из Украины, если у вас есть интерес, то обязательно приходите, конечно же, вход свободный для вас. А система какая? Просто можно прийти и показать паспорт? Да, или нужно заранее каким-то образом? Ну, лучше написать, если найдете меня в соцсетях, или там есть, видишь, в сервисе есть там телефон контактный, можно позвонить, ну, либо просто приходите, там что-то придумаем. Так что если сейчас у многих есть знакомые, да, украинские беженцы, можете передать им эту информацию. Да, да, обязательно. Наша программа подходит к концу. Напоминаем, что сегодня и всю неделю мы помогаем собрать деньги для лечения 10-летнего Кевина, чтобы помочь ему встать на ноги и справиться с последствиями ДЦП и тяжелой операции, недавно перенесенной. 930-6384. Телефон. Стоимость звонка евро 42 цента. Благодарим всех за то, что вы были сегодня с нами и Ирину за интересную беседу. Спасибо вам большое за то, что вы делаете такое важное дело. Благодарить. Все вместе делаем. Да. Стараемся делать. Спасибо, всего хорошего. До встречи через неделю. Всего доброго. Радио Болткома